Всем привет. Итак, это история о том, как Микоян стал конструктором. Можно было бы подумать, что это видео о становлении КБ МИК, но нет. В довоенное время все самолеты тяжелой авиации в СССР делал эдакий цирротели от авиации товарищ Андрей Туполев. Правильно, блядь. Его ант это такие потемкинские деревни в СССР. Из настоящих полезных машин там было по пальцам пересчитать. В основном он выпускал потемкинские деревни. Самолеты, которые никому нахер были не нужны. Но Сталин их очень любил. Потому что это была пропаганда, как хорошо в стране советской жить. Через тысячу лет будет жить наш привет. Тогда и фильмы были такие же веселые. Веселые ребята. Он на сердце от песни веселой. Она скучать не дает никогда. Цирк, в котором даже неграм хорошо в СССР. Я другой, такой страны не знаю, Где-то в ссор на тысячи шеврор. Но сурово бромим и наступим, Если враг захочет нас сломать, Как невесту Родину мы любим, Бережем, как ласковую мать. Фильм «Свинарка и пастух», В котором кавказца играет актер Зельдин. Неплохой актер, но все же. На севере леса вы не забудете? Друга я никогда не забуду. Если с ним подружилась в Москве. Талантливо сыграл, товарищ. Не забыть мне очей твоих ясных И простых твоих ласковых слов. Не забыть мне московских прекрасных Площадей переулка в Мосток. И вот «Волга-Волга». О том, как хорошо, что заключенные построили Волго-Донской канал. Хорошо же. До сих пор совкадрочеры смотрят эти фильмы и говорят, как хорошо же было. Какой вам Геббельс? До сих пор работает. Так вот, и Туполев выпускал тоже такие же пропагандистские самолеты. Ну, например, тот же самый Ан-25, известный. На котором Чикалов перелетел через Северный полюс в Америку. Правда, при этом потеряли еще один самолет с экипажем. Болховитиного ДБА с экипажем Лимоневского. Где механиком был Годовиков. До сих пор не нашли. До сих пор ищем. Или вот Максим Горький Ан-20. Тот самый пропагандистский самолет, который должен был летать по всем городам и рассказывать о том, как замечательно в стране советской жить. Который рухнул на центральном аэродроме, когда в него врезался истребитель. Одна из крупнейших авиационных аварий того времени. Погреб под собой множество человек. Кроме того, Андрея Туполева была КБ. Ну, или точнее, как мастерская у Церетели. Хотите бомбардировщик? Пожалуйста. Хотите штурмовик? Извольтес. Там трудилось много молодых конструкторов. Ну, как конструкторов? Мы их сейчас называем негры. Таким негром был Петляков, Сухой, Ильюша. Поэтому многие самолеты до того, как стали именоваться, ну, например, П-8, раньше наименовались Ант. Ну, и многие другие, которые потом основали свои КБ. И где-то в это время был такой молодой поповский сын Николай Поликарпов. Вот уж кого природа не обделила талантом, так это его. Если про остальных я могу сказать, что они были конъюнктурщики. Ну, как Яковлев тот же самый. Так вот, кто ловил всё на лету, так это Николай Николаевич. Правда, и школа у него была за плечами. Начинал он у другого не менее талантливого конструктора, Сикорского, на заводе ДУКС. Краткая справка. Николай Николаевич Поликарпов. Родился 28 мая 1892 года в село Георгиевское, Ливенский, уезд Орловская губерния. Умер с 30 июля 1944 года в Москве. Русский и советский авиаконструктор, глава ОКБ-51, последствия ОКБ Сухого. Дважды лауреат Сталинской премии, герой социалистического труда. Поликарпов является одним из основоположников советской школы русского самолётостроения. Созданные под его руководством многоцелевые самолёты У-2 и Р-5 были одними из лучших в своём классе. А И-15 БИС, И-153 Чайка и И-16 стали основой истребительной авиации СССР 1934-1941 годов. За что конструктор заслужил репутацию короля истребителей. Я не буду про него рассказывать много, не об этом сейчас речь. Кроме того, что он создал свой И-5 под названием ЦКБ. Что говорит, что в 30-е годы его тоже посадили другие эффективные менеджеры в тюрьму УГПУ, чтобы он им там создавал самолёты. Была тогда такая теория эффективности. Про неё сложили стишок. «Моё государство меня бережёт. Сначала посадят, потом стережёт». В ноябре 1929 года был арестован УГПУ по обвинению в участии контрреволюционной вредительской организации. И без суда приговорён к смертной казни. После двух месяцев ожидания расстрела в декабре того же года, без отмены изменений приговора, его направляют в Шарашку, особое конструкторское бюро ЦКБ-39 УГПУ, организованное в Бутырской тюрьме. А затем переведённое на московский авиазавод номер 39 имени Минжинского. Здесь Поликарпов совместно с Григоровичем создал в 1930 году тот самый И-5, который простоял на вооружении СССР 9 лет. В 1931 году коллегию УГПУ приговорила Поликарпов к 10 годам лагерей. Но после удачного показа Сталина ворошилову от Женки за самолёты И-5, пилота Чкалов и Анисимов, было решено считать приговор в отношении Поликарпова условным. В июле того же года Президиум ЦИК СССР принял решение об амнистии группы лиц, в том числе Поликарпова. Только в 1956 году, через 12 лет после смерти конструктора, военная коллегия Верховного Суда СССР отменила прежнее решение коллегии ОГПУ и прекратила дело в отношении покойного уже Поликарпова. В мае 1931 года Николай Николаевич Поликарп получил назначение на должность сначала заместителя начальника бригады номер 3 ЦКБ САГИ ПО Сухого, в 1933 году начальник бригады номер 2 ЦКБ на базе авиазавода номер 39, руководителем которого ЦКБ был Ильюшин, а с 1938 года главный конструктор КБ размещен на территории завода номер 156, затем на заводе номер 1. И тогда опять началась самостоятельная конструкторская деятельность. Так вот, моя история о том, как эти эффективные обворовали Поликарпова, опозорили его, загнали его в гроб, а заодно подорвали обороноспособность страны пересторжением Гитлера, из-за которых страна вообще не получила свой новый современный истребитель и вынуждена была начать воевать на подделках Яковлева, Лавочкина и Микояна. Всем известное имя Поликарпова кто в теме, так как с момента появления И-5 Поликарпов прочно застолбил тему истребителей за собой. Потом и 15-й, самый массовый истребитель Биплан, прошел боевое крещение в Испании, потом на Холхенголе. Он первым создал истребитель Моноплан, причем применил сразу нестабильную схему. И 16-й был сложен в управлении и непредсказуем для врага. И 16-й претерпел более двух десятков модификаций. Последняя была ТИП-29. Всего было выпущено с 1933 по 1942 год более 10 тысяч самолетов. После И-16 в 1938 году на его базе он создает новый истребитель И-180. Новый двигатель, новые возможности. Но это не совсем еще новый самолет. Тогда летчики-испытатели часто бились. И эта трагедия не обошла стороной истребителя Поликарпова. На И-180 разбивается летчик-испытатель Чикалов, Валерий Чикалов. Но все пилоты говорят, машина хорошая. Хорошая машина. Хорошая? Хорош. Следующая модификация И-185. Это уже совершенно новый самолет. Но она поспеет уже в 1942 году. Когда будет уже почти поздно. Почему? Ну потому что в 1942 году на смену лакированному гробу, как расшифровывали летчики название ЛАГ, на смену ЛАГ-3 стал поступать новый ЛАГ-5 с таким же мотором. Который как раз и внес большую лепту в перелом ситуации в воздухе в сторону СССР. Ну а что Поликарпов? А Поликарповская машина была готова уже в 1939 году. Но с другим двигателем. Тут я немножечко отступлю от общей линии повествования. Дело в том, что Поликарпов считал, и надо сказать обоснованно, что истребитель должен быть с воздушным охлаждением. Так как наличие системы охлаждения делало истребитель более уязвимым. Даже для маленьких пулевых отверстий. Но моторы воздушного охлаждения все были звездообразные. А соответственно они очень сильно увеличивали мидель сучения фюзеляжа. Из-за чего рос коэффициент лобового сопротивления. Все же современные самолеты, а в то время как раз шла гонка на скорость, который как раз выиграл Supermarine Spitfire с мотором водяного охлаждения от компании Rolls-Royce тип Merlin. И стоит отметить, что все боевые машины в это время остановились с водяным охлаждением. Поскольку это позволяло уменьшить сечение фюзеляжа, соответственно уменьшить сопротивление и увеличить таким образом скорость. Самый быстрый истребитель Хенкель-100. Его хотели взять вместо Мистер Шмидта на вооружение. Но вовремя выяснили, что его система охлаждения была спрятана в двойной обшивке крыла. Которая была очень ненадежна. При простреле крыла жидкость вытекала и двигатель клинила. В любом случае все скоростные, в том числе и боевые машины того времени, имеют водяное охлаждение. В этом случае мотор становится практически рядным. Его 12 цилиндров располагаются V-образно. Из-за чего уменьшается сечение фюзеляжа. Из-за этого самолет имеет меньший коэффициент лобового сопротивления. А тут еще и мотор подобный подоспел. АМ-37. Как вы помните, это тот самый наследник того самого Микулинского М17. Который является в свою очередь копией BMW 6. О котором мы говорили в видео о танковом двигателе дизеле V2. Мотор есть. Он правда ненадежный, но Поликарпов получает мотор. И И-185 превращается в И-200. И тут начинаются чудеса. 1939 год, год дружбы с Германией. Совнарком отправляет большую командировку авиационных специалистов советских заводов. В том числе и Поликарпово в Германию. Когда этого многие, в том числе и Туполев, ездили в США на обучение. А с алюминий компанией, как я слышал, ты так и не пришел к соглашению? Ну, знаешь, они просто сдурели. Сто миллионов. Ну, и все равно заплатишь. Дюралева проката у вас нет. Хрена! Оборудование для двух заводов я купил у других. А вон проект тоже в кармане. И за все про все 12 миллионов. Плевать я хотел на вашу алюминий компани. 12 миллионов это сумма. Да. Никогда не думал, что ты так лихо будешь орудовать миллионами. Просто я помню. У кого беру. Ну, вот что нам рассказывает. В его отсутствии директор завода Павел Воронин, главный инженер Дементьев, выделили из состава КБ часть подразделений и лучших конструкторов, в том числе и Михаила Гуревича. И организовали новый опытный конструкторский отдел. А по сути новое КБ под руководством Артема Микояна. Я напомню, Артем Микоян, брат главы Совнаркома Анастаса Микояна. Заодно Микояну передали проект нового истребителя И-200. Как вы понимаете, будущий Миг первый. Который Поликарпов направил в наркоматы авиационной промышленности на утверждение перед своей поездкой в Германию. А для Поликарпов в старом ангаре на окраине Ходынки был создан новый государственный завод номер 51, не имеющий никакой собственной производственной базы и даже зданий для размещения КБ. В настоящее время это у КБ опытный завод имени Сухого, которому производство было передано после смерти Поликарпова. Поликарпов уже в 43-м году становится профессором Московского авиационного института, но в 44-м году его уже не стало номера, это от рака желудка. Конечно, скучаю. Скажи, Андрей, как ты думаешь, я бы мог там? А? Мог. Ещё как бы мог. Дурак, что уехал. По крайней мере, здесь я независим. В чём? От героев былых времён не осталось порой имён. А его и 200 так и не смогли поставить на крыло Микояна Гуревич. Опыта не хватило. Машина как вышла из КБ Поликарпова, так и осталась сырой. Зато Мик-1 был сразу принят на вооружение с вечно отказывающей винтомоторной группой. Главное, это всё моё. И у меня моё. Но есть же разница. Есть. У меня больше возможностей. Потом вроде наладили его работу и переименовали самолёт в Мик-3. Наверное, чтобы лётчики не подумали, что это старый ломающийся самолёт. В ходе заводских испытаний И-200 показал требуемые скоростные данные. 24 мая 1940 года на И-200 номер 1 Якатов достиг скорости 648 км в час на высоте 6900 метров. Причём на номинальном режиме работы мотора. А 5 августа Якушин на И-200 номер 02 развил скорость 651 км в час на высоте 7000 метров. Также на номинальной мощности. На максимальном режиме были сняты только две точки. На высоте 2200 метров 579 км в час и на высоте 3630 метров 605 км в час. На высоту 5000 метров самолёт поднялся за 5 минут. А ещё через две минуты он был уже на высоте 7000 метров. В августе 1940 года новый МиГ-1 был показан публике. Это первый самолёт, который получил собственное имя. Приказом НКАП номер 704 9 декабря 1940 года им было присвоено название МиГ-1. В 1940 году было построено уже 100 таких машин. В начале 1941 они начали поступать в войска. К 22 февраля в войсках уже было 89 таких машин. Основные аэродромы базирования западная граница. 31-й ИАП город Ковна, теперь Каунас, Литва. 41-й ИАП город Белосток. Как вы понимаете, это в районе Беларуси. Кстати, история появления самолёта под названием МиГ-3 достойна вообще анекдота. Для доводки плохо работающего мотора АМ-37 построили ещё один МиГ-1 под номером 02 и отправили его на испытания. Первый полёт он совершил уже 6 января 1941 года. Но отладить так и не смогли. 7 мая 1941 года этот самолёт упал и разбился. Тогда построили третий самолёт. Так появился МиГ-3, на котором уже отладили этот мотор. Так он и стал МиГ-3. Это была просто третья опытная машина. Но в дальнейшем история МиГ-3 известна. Мотор был высотный, снабжённый турбонагнетателями, что делало его высотным истребителем, так как он оказался вообще больше ни на что не годным, ещё и ломким, с неудобной маленькой кабиной. Зимой в нём было холодно, летом в нём не хватало вентиляции. Так он и осел ПВО Москвы, где постепенно был заменён новыми современными машинами. Ну и мой вывод. А какой здесь может быть вывод? Потерявший берега от безнаказанности, уверенный в своей мощи и силе, самонаркоп творил полную дичь. Сажал людей, заставлял делать служить им. Обвинял их в измене Родине. Единственных людей, которые что-то делали. Потом просто отбирал, потому что они думали, что это так легко взять и изобрести самолёт. Но дело в том, что в те времена не существовало тех самых методик, которые мы знаем сейчас, которые позволяют рассчитать любой самолёт, заставить его летать. Тогда для того, чтобы сделать летающий самолёт, нужен был опыт генерального конструктора. Тогда конструктор рисовал сам самолёт и потом его доводил сам. Точных расчётов на тот момент не существовало. Как ни по разрисовке, по управляемости самолёта, так и прочностные расчёты тоже очень сильно хромали. И Поликарпов был единственный человек на тот момент, который делал всё это безошибочно. Хорошую, потенциально хорошую машину, которую отмечали многие, которая нужна была войскам, зарубили. Посчитав, что родственники и так смогут справиться, уже почти всё было готово, как считалось. Однако, нет. Они просчитались. И уже потом, уже к 42-му году, Поликарпов сумел изготовить уже версию И-185. Опять же, с его любимым двигателем воздушного охлаждения, который выездил он в 40-м году, и не нужно было никаких ни Яков, ни Ла. Он бы обошёл на тот момент те же самые немецкие Мессершмитты и Фокевульфы. Вот как-то такой мой вывод. Как вы понимаете, подобные вещи, возможно, были только в СССР. Ни в одной другой стране мира, если вас увольняли с работы, вас не могли после этого взять и посадить. Вот как-то так. И никому из конструкторов, например, тому же Северскому или Сикорскому, в США не угрожала тюрьма за то, что они выполняли свою работу. Более того, эти люди остались в истории как бы свободными, творящими известные самолёты для США. Ну, а СССР остался, чем был. Как считал Сталин, любого человека можно заменить. Это функция. Вот на этом я хочу закончить. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Ну и ставьте лайки. Делитесь моими видео с другими, тогда больше людей будут смотреть мои видео и мне будет интереснее снимать их больше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok